Созданная государственная комиссия следит за ходом подготовки и проведения вступительных испытаний в четырех учреждениях высшего и 22 среднего специального образования. Главная задача – создание справедливых и равных условий для всех абитуриентов и обеспечение прозрачности процедур вступительных испытаний. На ЦТ нарушение – это в основном мобильный телефон, поэтому, естественно, нашим абитуриентам советую ни в коем случае с этим не шутить, потому что действительно очень жестко это все пресекается, вплоть до удаления из аудитории. Естественно, должно быть отсутствие шпаргалок, каких-то справочных материалов и так далее. Если будет жаркая погода, можно с собой водичку принести, причем вода будет в каждой аудитории, в каждом из пунктов. Это вода не для комиссии, это вода, соответственно, для абитуриентов. Ну и опять же, в общем-то, мы, так скажем, так же, как и в прошлом году, рассадку осуществляем по одному человеку за парту, соблюдая вот эти санитарные нормы. Естественно, маски по рекомендации, если ребята хотят, могут идти в масках, дезинфицирующее средство будет в каждой аудитории. С учетом опыта прошлых лет, в текущем году для прохождения ЦТ по наиболее востребованным предметам русский язык и математика предоставлено два дня. Кроме этого, на 30 минут увеличена и продолжительность вступительного экзамена по физике и математике и теперь составляет 210 минут. Еще одно нововведение – проведение в регионах централизованного экзамена, аналога ЦТ по некоторым предметам. Оно вступит в силу в 2023 году. Именно поэтому в составе организационной комиссии с целью получения опыта впервые принимают участие педагоги из райцентров. Русский язык проводится два дня и, соответственно, математика проводится два дня. Ни в коем случае дни менять нельзя или как-то, например, на первый день не пойти, а пойти на второй день. То есть пропуск действительно на тот день, который выдан. И эта вся информация есть на пропуске. Также новеллой вступительной кампании текущего года будет участие в организационных комиссиях педагогов из райцентров. Предположительно определено семь дополнительных райцентров, на базе которых в следующем году будет проводиться централизованный экзамен. Своего рода аналог централизованного тестирования. Для педагогов, которые будут задействованы из этих райцентров в текущей кампании, вступительной кампании текущего года, это будет своего рода стажировка для того, чтобы провести централизованный экзамен в следующем году на должном уровне. В первый день тестирования уже традиционные ребята сдают белорусский язык. Для них это очень волнительный момент, ведь уже сегодня они смогут проверить свои знания. Многие начинают готовиться к централизованному тестированию, начиная с девятого класса. Нанимают репетиторов, посещают факультативы. Поэтому неудивительно, что это один из самых ответственных моментов в жизни вчерашних школьников. Причувствие, что может что-то будет сложное, может не сдам, что-нибудь не буду знать. Вы долго готовились? Да, очень долго. Примерно с десятого класса уже начинала. Сначала с таких годов, в пятнадцатых, начинала ЦТ подготавливать, потом ходила на РТ с десятого класса и так далее. Какие-то задания будут похожи как на репетиционных тестированиях, потому что, как говорят, некоторые задания в разных этапах будут на ЦТ. Ну, думаю, все нормально будет. Вдруг я где-то неправильно отвечу. Я вообще школу три года назад закончила и только сейчас решилась поступать дальше. Но не для всех централизованное тестирование – это что-то страшное. Находятся и те, кто полон решимости и уверенности в себе. Перед экзаменами школьными боялась больше, так как ты просто пришел в аудиторию, сел, написал и ушел. Оценка твоя не зависит от, точнее, балла от отношения учителя к тебе. Все в одинаковых условиях находятся. Тут зависит только от тебя, от твоей подготовки. Так что ничего волнительного, ничего страшного. Централизованное тестирование – первый шаг для вчерашних школьников к исполнению своей мечты – поступить в нужный вуз. Теперь только от абитуриентов и их подготовки зависит, воспользуются ли они этой возможностью. В ином случае для пересдачи экзамена определены резервные дни – 12, 14 и 16 июля. Спасибо. Спасибо. Спасибо.